Производство смарт-часов увлечены многие компании. Но есть еще одна категория носимой электроники, которая как минимум внешне похожа на смарт-часы. Это так называемые трекеры активности. Live-блогинг с помощью носимых гаджетов. Как вам идейка? С этим вам может помочь новый девайс от Sony – SmartBand. На первый взгляд это просто шагомер и пульт дистанционного управления к смартфону с парой дополнительных функций. Но давайте разбираться, какими именно функциями и особенностями он может порадовать своих обладателей. Первое, что замечаешь – дисплей в этом устройстве отсутствует напрочь. И это сразу очень удивит тех, кто рассчитывал увидеть в SmartBand некое подобие смарт-часов. Но ведь это не смарт-часы, а только смарт-браслет. Все логично. Для правильного подключения и работы SmartBand нужно установить на смартфоне три программы – Sony SmartConnect, Sony SmartBand SVR10 и Live-Log. С помощью последней, собственно, и раскрывается весь потенциал SmartBand. В плане выбора смартфона для соединения SmartBand оказался немного привередливым. Ему нужен только Android 4.4 и Bluetooth 4.5. Не сказать, что это требование, как у звезды, но и не все так просто, как хотелось бы. На момент съемок обзора у смартфонов у Sony с Android 4.4 оказалось не так и много. Если вы счастливый обладатель устройства с NFC, просто включите его и поднесите к нему SmartBand. Или включите Bluetooth и найдите устройство вручную. Итак, начнем наш день, который войдет в историю, как минимум в истории смартфона. А начнем мы его с раннего утра, так как помимо всего прочего SmartBand может выполнять функцию будильника. Его преимущество перед стандартным орущим утренним кошмаром? Вы не разбудите с собой всех своих домочадцев. Но если, конечно, не закричите от испуга, что у вас на руке что-то жужжит. Хотя спать в нем, скажем честно, не совсем удобно. Но может быть это дело привычки. Еще SmartBand отмечает, как долго вы спали и когда в какой фазе сна находились. Как он это делает, бог его знает. Но то, что делает, факт. Вообще, все эти оптимальные фазы сна и пробуждения, это, конечно, прекрасно. Но вот лично для меня самое оптимальное наступает примерно после 8 часов крепкого сна, не раньше. Энергия тогда хватает на весь день. Кстати, про энергию. При подключении с полным зарядом SmartBand обещает продержаться 5 дней, причем независимо от активности использования. Хотя мой экземпляр разряжался даже немного быстрее. Даже если вы отключаете SmartBand от смартфона, он все равно регистрирует все происходящее, чтобы при соединении передать на смарт все данные. Так что вы смело можете отправляться на утреннюю пробежку без смартфона в кармане. Особенно если карманов у вас нет. Хотя и о входящем вызове вы в таком случае не узнаете. С помощью SmartBand можно определять количество пройденных шагов, время, когда выходили и когда бегали и количество затраченных калорий. При этом калории даже распределяются на те, что сжигаются пассивно для поддержания активности организма и те, которые вы сжигаете в результате физических нагрузок. Впрочем, полноценным фитнес-трекером его назвать все же нельзя. К сожалению, здесь нет такой важной функции, как пульсометр. Но для непрофессиональных спортсменов хватит от того, что можно ставить себе небольшие цели. 10 тысяч шагов или час бега. А потом проверять их отработку. Маленькая мотивация для занятий спортом никогда не помешает. Как и многие устройства Sony, SmartBand защищен по стандарту IP58, что позволяет топить его сколько душе угодно, без опасения за сохранность. Если снять резиновый ремешок, то видно будет электронная составляющая браслета, так называемое ядро, The Core. Вот такое вот оно маленькое, да удаленькое. Сбоку у него есть порт microUSB, через который происходит зарядка. На другом боку устройства есть только одна кнопка. Она включает и выключает SmartBand, а также выполняет дополнительные функции. Например, помогает управлять плеером смартфона. Удобно, если делать это на ходу, идя на работу. Также можно создавать заметки для особых моментов вашей жизни, двойным нажатием кнопки на браслете. В будущем, говоря, для этого даже специальную камеру сделают в виде нашельного брелока. А пока что по такому нажатию просто создается закладка в лайфлок, которая крепится то, что вы делаете в этот момент. Фотография, геолокация, запущенные приложения. Так что вам не придется выискивать те самые фотки среди множества действий дня. А повещать вас об уведомлениях и звонках? Смартбэн будет с помощью вибросигнала. Плюс возле кнопки включения есть три маленьких белых светодиода. И, кстати, в ночном режиме никаких уведомлений вам не приходит, сработает только будильник. В общем, девайс у Sony получился неоднозначный. С одной стороны, это действительно красивый и стильный гаджет для гиков, блогеров и хипстеров. А с другой стороны, у него все же есть конкуренты, которые предлагают практически те же функции, а иногда даже больше. Это если учитывать их уклон. Спорт. Так что основным преимуществом в данном случае выступает программное обеспечение. Фирменное приложение Sony LifeLow позволяет, образно говоря, держать руку на пульсе всех событий своего дня, коллекционировать их и сохранять на память. Если, конечно, вы не боитесь, что большой брат будет следить за вами через эту штуку и днем, и ночью. Он все видит. Так что быстренько ставьте лайки, подписывайтесь и напишите в комментах, чем этот девайс может быть полезен именно вам или вашим друзьям. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!